Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Хотя нет, это не очередное новое видео, это самое счастливое видео, так как на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков. Я реально очень-очень рада этому, и реально мне не верится, что когда-нибудь мне придет... Ой... Когда-нибудь мне придет кнопка, и это действительно происходит со мной. Я реально смотрела на блогеров, у которых такая большая аудитория, и я думала, вау, как круто! И никогда не могла даже подумать, что такое произойдет и со мной. И это все благодаря вам. Если бы вы не смотрели меня, то этого всего бы не было. Я хотела бы прежде всего сказать вам огромное спасибо и задуть свечи. Готово! Когда я маме сказала, что я хочу организовать такой торт, и на нем, чтобы было 100 свечек, и мама сразу покрутила у виска и сказала, что ты сделаешь пожар просто. Так вот, я загадываю желание. Это желание не относится никак к ютубу. В общем, когда оно исполнится, я вам скажу. На миг, но... Потому что, если честно, мечтать о миллионе подписчиков еще очень рано. Еще 10 лет надо. Итак, я загадала. Никому не говорю свое желание. И... Подвел меня этот свеч. Тортик, кстати, готовила мамочка. А здесь у нас люля. Люля. Вот так вот. Я долго думала, что же именно приготовить. Было много идей. И я сразу скажу вам, просто к уже торт такой идеи не было. Потому что это слишком банально. Я решила вот шашлычочек. Еще здесь такой очень интересный салат. Ой, как вкусно. Рецепт на этот салатик с брокколем я вам оставлю в инфобоксе. Вы можете тоже приготовить. Это знаете как? Сидишь на дне рождения со своими родными. Вот я точно так же себя ощущаю. Я сегодня была у врача. Я извиняюсь за свой внешний вид. Врач мне сказал, что... То есть, кто не в курсе, давайте объясню. Ну, я была у дерматолога. У очень хорошего специалиста. И мне очень понравилось, что он сказал, что прыщи никак не связаны. И проблемы с кожей, с едой. Это доказали американские ученые. Единственное, что влияет как-то на сыпь на лице, это молоко. И молоко, наверное, импортное. Потому что там коровам дают гормоны. Мы, на самом деле, можно сказать, нашли источник зла. Так как я сдавала анализы, я вам говорила об этом. Было выявлено, что у меня очень слабый витамин D. То есть, просто это ниже нишего. Поэтому мне прописывают лечения. Скорее всего, я избавлюсь от этой проблемы. Гораздо сложнее было бы. Если бы ничего бы не выявили. Кстати, тортик маминого приготовления. И, скорее всего, в ближайшее время мы приготовим этот тортик на мамин канал. Это из кимо. Ой. Даже если я не решу свою проблему на лице. Я не жалею о том, что я обследовалась. Вообще, теперь я обещала себе, что в год один раз буду проходить полное обследование. Пусть это дорого, пусть это ну, как бы в какой-то степени может быть бесполезно. Но это нужно. И давайте вернемся к вопросам. Очень много вопросов касательно того, как долго я веду свой канал. Может, кто-то не знает, как я пришла к этому. Но канал у меня недолго. Всего два года. И за первый год, можно сказать, я набрала, ну, наверное, две тысячи подписчиков. А всех остальных за последний год. Это баранина. Это так вкусно, ребята. Просто не сравнится с покупной. Это покупной, это совсем не то. О салате какой. Здесь брокколи, маслины, сыр, помидорки черри. Полезный витаминный салат. Как же это вкусно! Я всегда мечтала о канале. Недавно смотрела интервью Пушка. И там почему-то все блогеры говорят, что моё блогерство это получилось чисто случайно. Вот я залила видео, и так получилось, что это видео начало набирать популярность. Многие блогеры говорят так. У меня такого не было, ребята. Я целенаправленно хотела, чтобы мои видео попадали в рекомендации, но этого не происходило долгое время. Что меня очень расстраивало. И первое видео, которое более-менее у меня начало набирать, это видео про похудение. Мне реально было очень приятно, что кто-то кроме меня смотрит мои видео. Как же это круто! Как же вкусно! Надо отдать должное моему брату. Он меня всегда поддерживал. Вот всю жизнь он издевался надо мной. и говорил, что блин, как ты ужасно выглядишь, какая-то стрёмная, страшная, фу! А когда я начала YouTube, он меня начал хвалить. Честно, для человека, которого вечно брат обсирал, было немножко удивительно. Как он может меня хвалить? Он говорил, что у тебя реально получается, ты реально хорошо говоришь на камеру. Хотя сейчас я смотрю свои старые видео, я понимаю. Я просто понимаю, что он просто меня подбадривал. И вот его поддержка мне очень помогла. в детстве, что я не начинала, он всегда критиковал. А вот с YouTube нет. наверное, потому что это была в частности его мечта. Он очень хотел стать блогером. Но когда ему было лет, наверное, 20. 18-20. Сейчас уже другие интересы. как же вкусно, ребята. Как же это вкусно. Это, кстати, мы делали в духовке. из родителей, приготовим и для Ай-Кук. Ай-Кук Реально, ребята, огромное вам спасибо за то, что вы меня смотрите. За то, что пишете какие-то хорошие комментарии. Для блогера это очень важно. Поддержка это все. Давайте поотвечаем на интересные вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Итак, первый вопрос, который я вижу, когда вы начинали снимать мукбанки, вы думали, что у вас будет такая аудитория. Очень прошу моих подписчиков не говорить вы, говорить ты. На самом деле, нет, конечно, я и представить не могла. Я всегда думала, что если у меня будет 10 тысяч подписчиков, это вполне достаточно. Больше мне и не надо. Но сейчас я понимаю, что чем больше, тем лучше. У меня прям разыгрался аппетит. вот такой вот тортик эскимо. Приготовила его мамочка. Сначала мы хотели купить, потом я сказала, мамочка, зачем покупать, когда ты у меня такая мастерица? Правильно? Зачем покупать? Так много поздравлений. Спасибо вам огромное. Реально, мне очень-очень приятно, что у меня такие классные зрители. Какой тортик! Супер! Обожаю вот такой шоколадный тортик эскимо. Здесь только не хватает бананов. Обязательно приготовим и для Айкука. Следующий вопрос, какое домашнее животное я хочу? Я вот буквально полчаса назад разговаривала с мамой на тему того, что я очень хочу завести собаку. Я говорю маме, прям клянусь, говорю, что я буду следить за ней, буду с ней гулять. Мама не верит. Мама очень любит животных, но она почему-то думает, что я заведу собаку и пойду на работу и мама будет заниматься ее. Когда я выйду замуж, я обязательно заведу собаку или кошечку. Просто я понимаю, что здесь я живу не только с мамой, но еще и с бабушкой. Бабушка вообще не любит животных, она даже боится их в какой-то степени. Это будет как-то неправильно, нечестно. Даже я помню в детстве, когда мы были маленькие еще, я прикалывалась над бабушкой, у меня была такая шапка пушистая, не помню, из какого-то животного. В общем, такая огромная шапка из меха. И когда бабушка уже ложилась спать, я брала эту шапку и просто быстренько под кровать к бабушке. И бабушка настолько боялась, она просто вскакивала и говорила, ты опять притащила соседского кота ко мне. О, Господи. Это мой брательник. Брательник. Брательник! Я снимаю видео. Хочешь что-то сказать моим подписчикам? Скажи. Не, не, ничего не хочу сказать. Мы здесь отмечаем сто тысяч подписчиков. Ха-ха-ха. А что, у тебя уже сто? Ну, на момент, когда видео выйдет, да, будет сто. Ну, все, умница, поздравляю тебя. Ладно, давай, я тебя тогда потом наберу, хорошо? Ты смотришь моему панкету? Что, это, подписывайтесь, конечно, да, 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 смотрю. Сейчас еще буду досматривать. Молодец. Давай, все, ладно. Короче, давай, давай, все. Давай, все, есть. Молодец. Так вот и брат. Я просто, парень и мама попросили вести себя культурно без моих этих. Ну, блин, так хочется. Так хочется. Ммм, ааа. Ладно. На чем мы остановились? В общем, я хочу собаку. Или кошечку. Но больше все-таки хочу собаку. Потому что собака, она преданная. Я думаю, что как только я выйду замуж, сразу заведу собаку. Потому что, знаете, все-таки нужно уважать людей, которые живут вместе с тобой. И вот я хочу завести собаку. Я не могу ее постоянно держать у себя в комнате, либо на балконе. Она будет приходить и в другие комнаты. А мама, а бабушка очень сильно боится. Боится, не любит. Для нее домашнее животное это большой стресс. Бренд. СМ. Мол. Бренд. Бренд. в конце будем дурачиться чтобы мама все равно до конца видео смотреть не будет правильно как же вкусно ребята даже уже холодно но все равно вкусно в общем на этом все было все очень 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 вкусно тортик мне очень понравился обязательно снимем на ай кук рецепт хотя наверное в ютубе полно но все равно мы тоже снимем вот если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я вас всех очень сильно люблю всем благодарна за то что вы смотрите мой канал что подписывайтесь пишите такие хорошие комментарии все это благодаря вам спасибо большое всем пока